Девушки отдыхают Девушки отдыхают Не смогли найти общий язык И со скандалом развелись Прохор исполнитель народных песен Участник фабрики звезд Обладатель премии «Миротворец» Участвует в акциях фонда помощи инвалидам Предупреждает, что он страдает рассеянностью И ест на ночь Прохор терпеть не может Властных женщин Его идеал Светлана Светлечная Хочет во всем быть похожим на своего кумира Федора Шаляпина Мечтает, как и он, стать отцом Минимум 10 детей Здравствуйте Здравствуйте, очень приятно, с кем вы сегодня? Это мои подруги Диля И Агния Очень приятно Василиса, третий раз у нас уже Прохор на программе Ну что в нем не так, почему до сих пор один? Хотя 27 лет, мне не кажется, что это уже Да, повод говорить об одиночестве Прохор на самом деле Нуждается в очень близких и душевных отношениях Но за счет того, что Луна в Тельце расположена в восьмом доме Очень закрыт И до близких настоящих отношений очень редко кого допускает Не доверяет женщинам Так что нам придется сегодня девушек для вас просто разоблачать Чтобы вы поверили И как-то им навстречу открылись Роза, в твоем бюро часто вот такие женьки-то залетают? Ой, Ларис, часто и моя большая головная боль Хотя, если, конечно, ну уж очень избирательная прямо То это не так, то то не так Поэтому жених сложный, но красивый Что плюс? Сегодня Международный день мира С чем я вас всех и поздравляю В общем, мир у мир А вы что сделали для того, чтобы всем жить стало лучше, жить стало веселей? Мы благотворительностью занимаемся с Агнией, помогаем талантливым инвалидам Я записал несколько дуэтов с мальчиком там церебрально ДЦП ДЦП А какой вы молодец А за что премию миротворцы дали? За песню «Мама» Я пою не только, как говорится, песни, которые все поют А такие социальные песни про Бога, про маму, народные основы и романсы Вот по поводу народных песен Ну не вижу я русских народных певцов и певиц Все такое псевдо Ну я закончил Академию Гнесиных по классу народной песни Серьезный парень-то Ну я люблю народную песню Это на самом деле нужно жанр возрождать У вас будет возможность даже нам это все показать Давайте сразу его в комнату заберем Я согласна Вы очень рано женились, в 18 лет Что вас заставило? Вы знаете, я никогда не нуждался особо в женском внимании То есть у меня много девушек, много подруг А кто воспитывал? Мама, бабушки? Все по чуть-чуть И бабушка, и дедушка, и мама, и отчим А папа? Папа у меня как бы очень такой своеобразный человек У него очень много жен, 13 было А это у вас не родовая память, нет? Что? Почему это? Разве он был 13 раз женат? Нет, а то... Ой, кто они знает, что у Прохора, извините, очень бурная светская жизнь Так в вашем шоу-бизнесе она у всех бурная А не будет бурная, вы будете простыми, как мы с Василисой Представить будет не о чем в газетах Конечно Так вот с первой развелся быстро, со второй так же быстренько И так 13 жен у него будет Смотря какая жена Нет, мне кажется, гены все равно свое играют Прохор, скажите, пожалуйста, по любви же женились, да, в 18 лет? Страсть была Вы полтора года жили, да, со своей первой женой? Ну, вообще официально в браке три, но жили вот как муж и жена полтора А в счастье вы жили-то? Ну, как сказать, я без своей жены бы не смог Она мне и готовила А, ему нужно 13 жен Одна готовит, другая убирает Третья детей рожает Четвертая стирает А пятая детей воспитывает И так далее Гарем Гарем То есть я не могу сказать, что я сам... А чья инициатива была развестись? Мамина Ваша или ее? Моей А почему? Чем не пришлась невестка? Ну, как чем? Мама вообще была против изначально Ну, какая мама будет за, чтобы в 17-м регионах жить? И после того, когда мы перестали жить вместе Прошло какое-то время, да, мама говорит, что тебе нужно развестись А я про это вообще забыл А вы всегда слушаете маму? Нет, я не маменькин сыночек, я с 15 лет отдельно живу А что здесь такого? Сосиски, что ли, должны быть сынок? От родителей Но мамины советы для меня очень важны Молодец А сегодня будете знакомить невесту? И как важно будет мнение мамы при выборе? Мама сейчас смотрит программу, это волнуется Ну, давайте маме реверанс Ей привет, большой город Волгоград Но у меня есть такие чуткие подруги У которых блоха без билета не проедет Мы подготовились, да, у нас очень много претензий будет Конкурсов всяких Какие? Говорите сразу Ну, во-первых, это должна быть девушка От которой у Прохора загорятся глаза Он у нас человек такой артистичный Очень яркая натура Соответственно, девушка должна хотя бы немножечко соответствовать Так они же сгорят вдвоем Если она будет такая же яркая, как Прохор Ну, смотри, Маша Яркая, артистичная Лицо мужчины, женщина, так что Диля, а вы вообще в курсе личной жизни Прохора? У меня складывается впечатление, что вы ничего не знаете о его жизни Я знаю о Прохоре, но, правильно сказала Василиса Прохор человек очень закрытый То есть он кажется таким, что, эх, разгуляй поле Так вот, а вы в курсе того, что Прохор, в общем-то, любит женщину постарше? Маша, надо было себе лишнее 10 лет приписать Я в курсе Я слышала, что и вы в курсе Роза А у них, по-моему, соседичный роман был, нет? Был Вы даже с мамой ее познакомили Познакомил с мамой А что же вам помолошь-то? Вот я тоже, я сейчас как-то не замуж Роза, мы сразу вот, когда в гримерке сидели, поняли, что вы положили глаз на Прохора Я уважаю очень многих И что касается Светланы Афанасьевны, мы очень дружим с ней И ходим друг к другу в гости И даже мои соседи иногда удивляются Что может у меня в гостях делать Светлана Афанасьевна Да, я, Светочка, если сейчас смотришь, дорогая моя Тебе огромный привет Я с огромной нежностью к тебе отношусь Но вы же знаете, какой это человек Она необыкновенная души И в ней так много тепла И она на это тепло не жадная Поэтому я как раз в связи со Светочкой вас представляю Я понимаю, что может она вам дать Мне с ней очень комфортно У меня просто мама живет далеко И я, в принципе, как бы Личных связей тоже у меня много Но мне нужно вот это вот тепло, которое она мне дала Это какой-то недостаток материнской ласки в детстве, возможно Нет, ну что все это идет Все это социум, все это идет из семьи Это однозначно Не любой мальчик будет искать себе взрослую женщину Роза, ну вы тоже можете быть вариантом хорошим А то, что мы ходим вместе и гуляем Это людей раздражает многих И завидует и ей, и мне Как поставлено все в семье? Ты встала встречаться с мальчиком, который у тебя младше? Лет на 10? Нет А что там за история была с наследством-то Федора Шаляпина? У меня работа такая милая Вы знаете, Роза, прекрасный особняк Прекрасный особняк находится в центре Москвы Прям я бы с удовольствием рядом с американским посольством Такой особнячок, там и петь можно, и танцевать, и сдавать в офис А вы разве его родственник? Я? А вы что не знали? Младший брат Василий Иванович, младший брат Федора Ивановича Шаляпина Мой прапрадед по линии бабушки То есть вы, в общем, какое-то хотя бы косвенное отношение имеете? Это какой наследник? Третья очередь или какой? Ну, не прямой наследник, но все равно во мне что-то есть Но это же совершенно не важно Есть вон сколько кривых, которые прямые наследники А я благодарен Богу Или покупают себе титулы, да? Это же не важно Я могу выйти и спеть И я искренне люблю людей Мне кажется, он нарцисс Самовлюбленный? Очень? Ну, как очень, не знаю, но слегка есть Внешность, большую роль девушки должна играть? Нет при выборе? Вы знаете, я не могу вам лукавить Я могу сказать, что мне очень нравятся красивые девушки Чтобы у них был ясный взгляд Чтобы это была добрая внутри девушка Но снаружи, чтобы она была, как сказать, не маленькая Ничего? Как это снаружи не маленькая? То есть ему нравятся девушки такие в теле, что ли, по цельке? Я им не понравилась И ростом в два раза в два метра Я ему не понравилась Я вот худенькая такая Я вам опишу тот образ женщины Может быть, сейчас сам Прохор в словах не может этого выразить Который ему будет близок Скажи Образ очень сложный Потому что, с одной стороны, вам нужно, чтобы ваша жена была достаточно практична И понимала и цену деньгам И понимала, что почем в этой жизни В то же время она не должна быть слишком простой женщиной В ней должно быть что-то, что вы сами хотели бы чуть-чуть разгадывать Чуть-чуть сложности Но только совсем немножко И очень важно Жена мистера Солнца А вы мистер Солнца Я имею в виду, скорее, планетарные соответствия А не ваш статус на эстраде Жена мистера Солнца должна считать его богом Боготворить Постоянно петь дифирамбы То есть я правильно понимаю, что Прохор не способен на безумные поступки ради возлюбленной Ему будет казаться, что одного его присутствия, одного факта его существования рядом с этой барышней будет достаточно Но во многом ты права, но Прохор способен на сильные чувства Как здорово А мы проверим, узнаем Прохор, скажите, а какую свадьбу вы себе, вот, а какую свадьбу вы мечтаете? Вот как Андрюша Малахова Нет, нет, нет Чтобы все СМИ писали, потом обсуждали его свадебное путешествие Или так скромненько нашу денежку хватает Вы знаете, ну даже вот я перед вами сейчас сижу У людей многих складывается впечатление, что я такой павлин Как ты думаешь, он павлин? Или нет? Да, это видно по его яркому костюму, по его движениям, по его осанке В жизни я могу открыть вам секрет, что я, как бы, люблю все очень простое И даже свою свадьбу я вижу, может быть, даже без афиширования Потому что можно что-то придумать и афишировать А вот свое, вот это, мне кажется, надо наоборот скрывать от всех И вот что касается Андрея Малахова, он правильно сделал, что закрыл эту свадьбу Многие же не знали об этом Я бы тоже так же поступил Вот на публику вы выставляете женщин своих И вносите какой-то небольшой раздрайв, да, потому что непонимание Я своих женщин выставляю Любите ли вы взрослых, невзрослых А с другой стороны, личную жизнь, собственно говоря, закрываете Вот, может быть, и складывается впечатление у средств массовой информации Что вы мальчика, собственно говоря, любите Здравствуйте Где же такие мнения интересные? Так, мальчики пришли, а не девочки Газеты читаем и поедем Вы знаете, хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспаривай глупца, это еще сказали до нас С вами, поэтому я... Вывернулся Посмотрим, как оперируют фразами-то этими умными Да Ну, Прохор, раз у вас уже иммунитет на всякую прессу Поэтому, наверное, нужно найти женщину либо зрелую, умную Прохор Которая прошла и Крым, и Рым У меня есть такие в арсенале Я их побаиваюсь, честно говоря Справа от вас Справа от тебя, Прохор Ну, а если все-таки молодежь сможет перебить мудрость и зрелость Тогда молодую девушку, которая, в общем-то, будет защищать ваш дом И вот в то личное пространство Не будет сливать информацию И будет как-то всячески оберегать и поддерживать в этом В общем, короче, Зою Космедемьянскую, которая на допросе никогда не скажет Что у вас было дома? Я надеюсь, что он пришел ради большой искренней любви То есть ты считаешь, что... Я никак не считаю, я просто надеюсь Конечно, вам хочется настоящих чувств, правда? И неважно, чем она будет заниматься И, на самом деле, даже неважно, будет ли у вас общая профессия, общее дело Она должна вас любить Любить безумно Любить не меньше, чем любите вы себя Потому что вы, конечно же, охладеете, как только почувствуете, что со стороны жены и критика в ваш адрес И какое-то недовольство, и раздражение Она должна полюбить вас, полюбить ваше окружение, ваших подруг, полюбить ваше дело Вот стать вашей рукой, я не знаю, вашим сердцем И не ревновать Она должна, конечно, вас ревновать Потому что, если она этого делать не будет, она вам тоже наскучит Василиса Я хочу вам дать совет Энергия солнца, которую вы представляете, она зримо, почтящая тема Вы умеете заполнять собой пространство так, что в нем может не остаться места ни для кого другого Я боюсь, что девушка может не найти себе места в этих отношениях Поэтому оставляйте ей чуть-чуть своей территории и возможности себя проявлять А сейчас для настроения что-нибудь Ну, спойте А вот давайте я комедийную спою А меня сватье окружили, сто целковых предложили, я продался, я продался А там невеста сидит лысо, как кашпаренная крыса, вся седая Ох, вся седая Зубов нет, улыбка кислой, чё это кругом понависла, словно горятки Ох, словно горятки Восота не торопитесь И так рано не женитесь Пропадете Ох, пропадете Вот с утра Он поет, а я зарядку Под его песню Под его песню Молодец какой, да Мы вот сами себе и пожелали Очень скоро нашего жениха ждут три незабываемые встречи И возможно одна из них изменит его судьбу Не пропустите В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Прохор Идите знакомьтесь с первой невестой Удачи Здравствуй, Прохор Я Ксения, солнышко весеннее Пришла на передачу поймать удачу Ну что ж, привет Вот тебе подарок Спасибо большое Кроме Посмотри, он ей подарочек подарила Да Молодец Здравствуйте, Ксения Кто пришел с вами? Мои подруги Ирина и Виктория Здравствуйте Очень приятно Девочки Давайте вас посмотрим АПЛОДИСМЕНТЫ Ксения АПЛОДИСМЕНТЫ С которым можно договориться АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, а бриллиант какой у нас в зубе-то Молодец А зачем? Для красоты Красоты Эффектная девушка, да С длинными волосами Ну и... Брюнетки лучше Что ты скажешь, Вася? Ну вообще, для вас любовь Это такая сказка и мечта Красивой, стабильной жизни У нее какие-то испуганные глаза Мне кажется Но он ее кумир Он ее кумир Она теряется Она теряется Единственное, пожалуй, что может помешать Отношениям с Прохором То, что вы женщин считаете Лучшей и прекрасной половиной человечества И ждете от мужчины Бесконечных доказательств на эту тему А мне кажется, что Прохор с этим может поспорить Потому что лучше половины человечества Он считает себя АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Невесту как оцениваешь? Ну, невеста, конечно, не молодка Собственно говоря, 25 лет, да Но красивая Но мне нравится, что такая она рачительная Более того Джип купила Два миллиона скопила Собственно говоря, уже к приданой неплохое Прохор, что ты мне глазки-то вытрачал? Сколько же лет вам было, когда вы познакомились Стали встречаться? 21 год мне был А где вы с ним познакомились? Как? Ну, мы сидели с подружкой в ресторане Он подошел Навязчиво начал просить номер телефона Я не дала ему номер телефона На что он мне ответил Не надо меня бояться Давай просто будем дружить Я поверила, что он хочет со мной дружить А как вы дружили? Мы виделись периодически Он водил меня в красивые места В рестораны Показал красивую жизнь Я до этого не видела такого Ухаживал Но дружа он вам дарил дорогие подарки Да И вы думали, вот такая дружба в Москве С этими мужчинами Да, я так думала А как потом случилось? Ты блядь в зуб и сама в постель к нему? Мы общались с ним три месяца как друзья Я думала, что дружбой-дружбой А потом поняла, что этот человек мне очень дорог и близок Он был разведен к тому моменту? Да, он был разведен Рассказал вам все, да? Да, он все рассказал У него двое детей От предыдущего брака А вот когда закончилась эта дружба И началась любовь? Мы стали вместе жить? Через три месяца мы начали встречаться Через некоторое время мы начали жить вместе Он за мной ухаживал как за дочкой, наверное А чем он занимался? У него свой бизнес И вот он сказал Ты волосики теперь собери за ушки Плачки в пол Да, не красься в блондинку Вы послушались? Да Ну правильно, потому что он же взамен вам так много предложил Ну, я в него влюбилась И решила, что... И хотели его расстраивать Пожилой же все-таки был Правильно Ну он не пожилой был Он активный очень был Хороший человек Ясно А замуж за него хотели? Хотела А он что? А он, наверное, думал, что раз он был уже женат Что ему не нужны отношения больше Ну ладно вам, мужчины по десять раз женятся, если влюбляются Ну, говорила... А сговаривали вообще с ним на эту тему? Да, часто говорю Что, мол, типа у меня молодость уже проходит Да Да, я забеременеть могу Но он сказал рожай Но предложение не делал Молодец А сказал рожай или попросил, чтобы вы ему родили? Ну, он хотел дочку, так как у него сыновья А вы задали вопрос Ну, что же, я рожу и буду одна с ребенком Ну, наверное, он не мог ответить на этот вопрос Не мог, да? Он всякими... И что вас развело? Что развело его ревность постоянная Ну, допустим, сидим мы в заведении в каком-нибудь Он меня сажал всегда у стеночки, чтобы на меня никто не смотрел Вот Кто-нибудь улыбнется где-то, а ему кажется, что я ему улыбнулась И что... тому человеку И то, что... Я строю глазки Ну, он нездоров, наверное, был, если так-то Он какой-то комплексный чувак у него был Что бы садил к стенке Уверенно в себе посадит, чтобы все видели, какая красивая с ним сидит Ксения, вот смотрите, я понимаю, что вы влюбились в сценический образ Прохора Вот кто-то из очень умных людей, не помню интервью, у кого прочитала Что нельзя выходить замуж за зрителя Понимаете? Да Все равно свои должны быть друг для друга понятны А вы зритель? Ну, я прочитала про него, что он жизнерадостный Что он не любит людей с кислым лицом Я такой же человек Слушенька, хорошо, что вы не успели квартиру купить в ипотеку Прохор, нам ведь нужно клипы всякие, правильно? Два миллиона уже есть Готовы поделиться? Мужа вкладывайте, а что, правильно? Мужа вкладывать ни в кого-нибудь свое будущее Если он будет моим мужем, я готова Отдать Умница, умница Два миллиона у нас уже есть У нас есть больше, но мы не дадим Мужчина должен зарабатывать А, Прохор, вас интересует что-то? Ну, на самом деле девушка очень приятная, очень красивая Достаточно яркий, такой блудливый взгляд Я уже умею различать Блудливая тема? Да, я могу сразу сказать, что... Она переживает То есть девушка предыдущего молодого человека не была напрасной, вы думаете? Ну, я могу сказать по своему опыту, что такие девушки очень редко бывают верны Не было огня без дыма, да? Все, возражай, давай, что сидишь? Я четыре года была с одним и тем же человеком Я не смотрела ни на кого Мне нужен был только он Я в своем любимом человеке вижу идеал Все так говорят Более того, вы его любили Я предполагаю, что вы были к нему по-настоящему привязаны Потому что у вас карта такая Я тоже верю, что вы человеком верный, будете верны А покажите то, что вы приготовили Мне нужно переодеться Пожалуйста Дупай на минуту Ширка обреченно смотрит Он думает, что вы имеете дальше Он не об этом думает Он думает, что... О, встал день грядущий мне готовить Смотрите, ребят, да? Нормально Таким этим Для вас, Прохор, приготовили сюрприз Поэтому походите и посмотрите Аплодисменты Танец, не знаю, проходка зонтиком Да, Миссия Танин, шаг вперед Шаг вперед, два назад Шаг вперед, два назад Молодец какая, спасибо Девочки, забирайте свою подругу Аплодисменты Ой, ты молодец Вообще Очень классно Девочки, вы были супер Молодец Давайте послушаем Давайте послушаем Когда я первый раз ее увидела Мне показалось, что ей лет 18 Потому что, мне кажется, она такая непосредственная И вот как она сказала, что у нее был мужчина Она 26 лет старше Ей, мне кажется, подходит Может быть, лет на 30 еще постарше Ее еще воспитывается Я говорю, на самом деле Ей нужен папа А Прохор у нас еще сам Молодой Здоровый Верно, что заметили А вы что? Я тоже считаю, что Не та девушка Какое-то неправильное впечатление У меня сложилось у тебя Послушайте, в 25 лет Прохору 27 Хорошая разница Дело в том, что, знаете, как говорят Дело не в том, что Незрелая А зрелость в разное время же приходит Поэтому девочка просто незрелая Но хорошая Молодец Она молодец Взять и понравилась Да, да, да Ксюша, очень простая Совершенно обычная девушка Да Сделала вот небольшой тюнинг Похожий на гламурность А гламур не имеет совершенно никакого отношения Даже танец, собственно говоря Вот эта вот слабая попытка Как-то тоже к шоу-бизнесу примазаться Ну будет вам Хорошая девочка, Ксения Не для вас, правда Очень хорошая Некрученная, неверченная Какая-то приятная И у нас сейчас, знаете У нас сейчас через человека Называют девушку Всех даже 50-60 лет А она настоящая девушка Потому что ее назвать женщиной Еще не поворачивается язык Она правда еще девчонка, девушка И, конечно, если бы она принесла вам пироги Какие-нибудь своего изготовления Либо рассказывала, как она будет вам наглаживать Ваш костюм, о вас заботится Вас бы это проняло больше Потому что это была бы функция жены Но если бы она была ровно такой Она была бы уже женщиной, бабушкой И потеряла бы интерес Вот прелести этой свежести Даже то, что она сказала, что на квартиру копит Вот все в ней как-то понравилось Да, причем искренне рассказала Давай поженимся теперь вашим мобильным Наберите 0736 Роза и Василиса дадут вам совет в любое время Не пропустите новое знакомство через несколько минут Оставайтесь с нами В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Прохор» Идите знакомьтесь со вторым инвестором Привет, Прохор, надеюсь, ты пришел сюда за искренней любовью Ой, привет Спасибо, проходите Она такая маленькая, он же не любит маленьких Да, он не любит маленьких А эти шарики минус одна Здравствуйте, Мария, с кем вы? Это мои подруги Яна и Инга Очень приятно, давайте на вас посмотрим Мария, 21 год Учится на юриста, работает личным помощником руководителя в строительной компании Предупреждает, что много времени проводит в социальных сетях Никогда не выйдет замуж за того, кто будет заставлять ее работать и заниматься домашними делами Известный женатый бизнесмен перевез Марию в Москву из Мурманска На следующий день после знакомства А через год ее подруга нашептала ему гадостей Надеется, что Прохор не доверяет слухам Даже не знаю, с каким вопросом Василиса к себе обратиться Давай я так сама все расскажу В вашем гороскопе самая важная планета – это Луна в весах Напряженно, аспектированно Такие люди на самом деле очень тонко чувствуют гармонию и красоту И хотят, хотели бы сталкиваться в жизни только с красивым и приятным Но это же самая Луна в весах и приводит человека к желанию, ну скажем прямо, не очень напрягаться Потому что работа – это всегда столкновение с чем-то таким, но очень неприятным Всегда приходится решать какие-то проблемы Ну и, к сожалению, вот эта ваша, ну такая внутренняя неготовность работать Неготовность ради хлеба насущного корячиться, скажем прямо Закрепляется еще и фамилией Безделина Вот и получается, что девушка у нас не очень хотела бы активно реализовываться и работать Ну, Марию, хоть девушка молодая Десятерых детей точно выкормят, это понятно Не, ну ты посмотри, какой размер Как думаешь, такое? Ну так, вырасти еще и расти Но ни жена, ни хозяек просто никудышная Я готовлю, я очень хорошо готовлю, я не люблю убираться Потому что меня воспитала бабушка, мама, они все это делали Но готовить я очень люблю, я очень хорошо готовлю Хотя, в принципе, сиськи рулят всегда И ты сама это прекрасно знаешь Ну, конечно, да, но рулят ли они прошей? Вот вопрос Как получилось, что вы, маленькая девочка, оказались в каком-то злачном заведении? В каком? Когда вы познакомились со своим ухажером? Почему не в злачном заведении? Это был там конкурс красоты Я пришла посмотреть конкурс красоты, и моя подруга участвовала А он был спонсор, один из спонсоров Ну, ребята, грудь не соответствует голосу Она должна говорить низким, томным голосом Проши, позвони мне Девять, девять, один, пять, один, один Я буду ждать тебя Я буду ждать твоего звонка Долго Ага, к вам подошли и пригласили за столик Нет, у нас общие знакомые, общие друзья были Они подошли и говорят, ну, вот, молодой человек хочет с тобой познакомиться Я его до этого знала несколько лет Ну, заочно, видела в журнале Известный был Да, он известный человек А он из шоу-бизнеса? Нет, нет Он предприниматель И вы его, конечно, сразили детской непосредственностью Чисто, когда он задал вопрос О чем вы мечтаете, чего хотите Сказать, мобильник Нет, 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 сначала я застеснялась Я не знаю, что сказать А он такой, ну, давай, говори, что ты хочешь Я такой, я не знаю, ну, телефон, наверное Он говорит, нет, ты что, это слишком мало Говорит, больше проси Я говорю, я хочу работать Я говорю, а хочешь в Москве работать? Я говорю, конечно, хочу И на следующий день вы с ним ведь в Москву поехали Не с ним, я поехала одна в Москву Почему с ним? Ну, он вас пригласил Ну, а здесь он позвонил друзьям И меня уже все встретили Ну, понятно А, и потом у вас с ним здесь случился роман Ну, не роман Мы больше сначала дружили Сначала он все хотел у меня замуж Говорит, мы тебя дадим замуж А я как-то, да, он ничего, он прям А я влюбилась в него И сказали, за тебя хочу Да, ну, я не сказала, что я за него Он говорит, я женат Не получится А вы что? А моя подруга позавидовала мне Которую я взяла с собой Жила, она со мной Я ее обеспечивала Ну, в смысле, он обеспечивала? Ну, он меня А вы делились? Да, я делилась Я получала зарплату Она такая добрая была Искренняя вроде А она решила А что это Машке вдруг все Она делится с барского плеча А дай-ка я сама его себе возьму Да, и стала вас оговаривать Да Про Хару это неинтересно Не, мы вообще Он смотрю, даже отвернулся Он даже закрылся Он на Ларису смотрит А что ж такого она про вас наговорила Она сказала, что я вот Нашла молодого человека себе Другого А не нашла? Нет, никого не было Я только о нем думала Его фотография в рамке стояла Над кроватью Вот какая гадина А как вы узнали, что она говорила? Пришла помощница Я говорю, а вы что, расстались? Я говорю, а почему? А он позвонил Сказал, что ты нашла Другого молодого человека Ну, а вы бы к нему пришли Вы сказали Он в другом городе живет Я ему позвонила Он очень вспыльчивый человек Он начал кричать Там, с кем общаешься, с тем общайся Но я не буду за ним бегать Я все равно не надеялась Что он станет моим мужем Человек женатый Ну, вы были его любовницей какое-то время Притом довольно длительный Он вам много учить сделал Ой, я благодарна ему А с подружкой-то расстались? Конечно Конечно А после этого? Мы не общаемся с ней А долго переживали-то вот Эту историю? С благодетелем? Месяц Месяц-два Два месяца Переживала очень сильно Но еще полгода я его любила Тихо Ну, найди себе молодого человека На два-три года моложе Но не на тридцать же Ну, так получилось у нее Да не получилось у нее Ой, блин Вот Ирен Она просто Девушка легкого поведения Вот и все И что, у вас прямо после него никого не было? Любви большой не было Маш, вот мне трудно представить Что вы испытываете дефицит в мужском внимании Как она с такими-то буферами дефицит? Может быть, вы пришли для того, чтобы... И принести нет Вот сегодня он увидел вас по телевизору Что вы, правда, невинные чистые И вернемся к вам Нет, я даже не хочу, чтобы он видел Да? Ну, хорошо Давайте про Прохора поговорим Давайте Смотрите, как он ручками-то засучил сидит Нравится Хорошая девушка, очень красивая Сразу берет своим обаянием И красотой И все вот то, что мне надо Да, я бы сказала, чем она берет А вам нравится, Мария? Есть к ней вопросы? Ну, я от груди глаз оторвать не могу Очень хорошо Я тоже Это все так Причем я сразу вижу, что это настоящее Потом только на лицо Наследственное, наследственное Да, у меня все настоящее Все-все Я уже умею видеть, вижу Видно, что настоящее Вы обсудили вообще, молодцы Да, да, да У тебя глаза блудливые, у нее настоящее все Покажите сюрприз Да, мне можно две минуты переодеться Лучше бы раздеться Хорошо, что она сейчас не около твоего молодого человека Так у меня его и нет У меня одни девушки кругом Ты бы ей волос повыдергала бы Да, ни в коем разе Надо, чтобы меня любили так, чтобы пройти сто лучших и не обернуться Вот тогда я буду счастлива А так это все Прохор, проходите, для вас приготовили сюрприз Посмотрим, она стопроцентно что-нибудь станцует Да Лалей, лалей, танец живота Да, она сейчас будет, нет Нет? Она сейчас будет, я видела Танец груди Да, одной при чем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Молодец! Молодец! Браво! Пятерка! Девчонки! У вас усидительная подружка Проходите в комнату Спасибо! Спасибо большое! Спасибо, дорогая! Надо брать строку! Очень хорошая, да? Нет, мне кажется, девушка пришла за олигархами Я не согласна Нет, 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 нет Потому что когда в начале были фотографии и рассказ про нее, да, то есть она мечтает не работать, ну, как бы бездельничать и... Она заканчивает юридический институт Ну и что? Она появилась только, весь зал, все, не только на грудь, ведь мы смотрели, правильно? Она излучает вся эту энергетику, мне кажется, она очень добрая Мне она очень понравилась Это то, что надо Это лучше даже и... О, даже я не ожидала Я не знаю, как сейчас зрители завидуют вам А вы знаете, я когда к вам шел, я думал, ну, сейчас, наверное, каких-нибудь мне пошутят надо мной По 60, там, по 70 лет пригласят Здрасте! А тут вы таких красивых А вам 50 мало, что ли? Таких красивых 50 нас устраивает Роза Я вот смотрю на Марии и про себя думаю А что это мы забыли вашу любовь, Лену Ленину? После такого романа все другое, типа Марии, вообще не проходит Знаете, как один раз побывать в Лувре, все остальное уже неинтересно Да ладно, Лена Ленина, во-первых, пожилая, во-вторых, она абсолютно себя уже... Ничего, что... Лена Ленина молодая Ну, как молодая, пожилая ее сына ваш ровесник практически Ну, какая она молодая А Машенька восхитительная, восхитительная Уровень не тот, не спичковый Ей 21 год, у нее все еще впереди Молодец, Маша, ты им понравилась Роза всегда ругается, ладно Мария классическая представительница типа женщин-афродиты, которые правда хотят проживать жизнь в свое удовольствие Но у них это так мило и обаятельно получается, без надрыва Что это можно простить просто в любой момент Правда, она не из тех, кто будет напрягаться и умирать, добиваясь какой-то цели безумно Но я искренне рассчитываю, что вот эту ее природную естественность, красоту, настоящую женственность мужчины оценят и так все сами дадут Совсем скоро найдет еще одно знакомство, которое может стать судьбоносным, не пропустите Вы смотрите «Давай поженимся» и я предлагаю вам, Прохор, встретиться с третьей невестой АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Прохор О, привет Меня зовут Аделина Очень приятно, привет Тебе подарок от меня О, привет У него не было этой искренности в глазах Когда он увидел меня Он, а, привет Он потерял дар речи Здравствуйте, Аделина С кем вы? Я со своей подругой Дарьей и Ириной Очень приятно, давайте с нас посмотрим Аделина, 22 года. Аделина, 22 года. Можете быть хохотушкой-болтушкой, и у вас это, к сожалению, уживается с трудом, а для окружающих это иногда такой явный диссонанс. Вот если с этим удастся совладать, то все, пожалуй, будет в порядке. Что ты скажешь? Ну, потому что я никогда Россию не собираюсь покидать. О-о-о! Ну и сиди здесь. Кукой. Как будете существовать с мужчиной, с мужем, если он будет более успешен в своей профессии? Комплексы не загрызут? Я считаю, что у умного человека не будет комплексов, если с тобой рядом тоже достойный человек. А слушайте, вы человек, который хотите состояться в профессии? Обязательно. В шоу-бизнесе. А Прохор уже состоялся. Вот она ищет корыстные цели через Прохора, сейчас она пробьется. Тыщ, тыщ, и я звезда. Поэтому вы себе не фантазируйте, вы должны отдавать себе отчет, что если, допустим, вам сегодня 22 года, к 25 годам вы не станете суперзвездой, вот как мечтаете, то вам нужно будет какой-то запасной аэродром. Может быть, стоит посвятить жизнь, например, своему мужу, потому что такому, как Прохору, нужно служить верой и правдой и получать от этого удовольствие. Дело в том, что Аделина очень разносторонняя девушка, и нельзя ее абсолютно совмещать только с шоу-бизнесом, которым она занимается больше в удовольствии, больше, наверное, зарабатываете чем у Прохора. Я занимаюсь фэшн-индустрией, я часто езжу на показы в Италию, в Милан, в Нью-Йорк, и у меня есть... А вы в каком девушке попали? Поговорят, что у вас там роман был. Нет, это не правда, это вы, мне кажется, уже привыкли, что как только девушка какая-либо снимается у Димы в клипе, что обязательно у них был роман. Но это не правда. У вас не было? Нет, ничего. Она только об этом и говорит, как будто бы она слетала на луну. Я тоже снималась в клипе у Тимати. И у нас тоже не было романа. Вы шпагулек? Да. Сколько у вас портуфель? Я не считала, не знаю, что очень много. Ну правда, поскольку моя жизнь связана с фэйшн-индустрией... Но зарплату она тратит точно на свою одежду, поверьте, всю. А чем же кормиться-то они будут? А зачем сегодня не кормиться? Сегодня не нужно никого кормить, сегодня она кормит только себя. Но не промотает муж ни на деньги, не промотает, я так думаю. Свои промотают. Значит, есть где жить, есть... Ну, конечно, сейчас такое время, что все равно какое-то определенное запасное. Я не могу задать вопрос Прохору. С какой корысти он пришел искать невесту? У нас невеста. Какая мне корысть-то? Я, что касается корысти, уж поверьте мне, предложений у меня хватает. Расчет у него, а не корысть. Мне нужна жена. Ну, я сто процентов не выберет. Ну, если выберет, я тут спляшу тогда. Мне нужна именно жена. Ваша программа дает возможность найти себе вторую половину. А я, например, вижу Аделину женой. А вообще, очень осмысленно себя ведете в 22 года. Я детей хочу. Ну, как бы я это... А вы что, к конциональности? Я татарка. О, ты что раньше молчала? Да, ты что тут делала? Ой, а у вас же нельзя, вроде бы, смешиваться. Это клан уже, понимаешь? Ладно, можно. У нас смешиваться можно, не волнуйся. Родители не будут против. Нет, у меня родители очень современные. Мама замечательная. А что вы приготовили для Прохора? Песню, конечно. Зачем ему рядом с собой, допустим, ну, какая-нибудь серая мышка? Зачем? Я не говорю, что там девушки... Она не серая мышка, она певица. Нет, она серая мышка, но певица. Он сам певец. Зачем ему певица рядом? Не нужна ему певица рядом. Зачем ему певица? Я не знаю, что там девушки, но певица, но певица, но певица, но певица, но певица. Зачем ему певица? Я не знаю, что там девушки, но певица. Я не знаю, что там девушки, но певица. Не решайся быть или не быть, время торопить, попробуй черную пантеру приручить, приручить. Ну что вы скажете? Ну на самом деле очень красивая пара, между прочим, можно маленькую тайну скажу. Прохор как бы очень высокий, и маленькие женщины, я понимаю, они созданы для любви, но все-таки он любит высоких женщин, и они вот очень гармонируют. Пара очень красивая. А вы что скажете? Я остаюсь при своем мнении, как однолюб, я полюбила уже Машу, считаю, что Маша действительно затмила здесь всех. Мне кажется, он вторую выбор, девочка. Ну нам какая уже? Мы все новых найдем. Аделина очень красивая, у нее забавные песни, мне нравятся они, я бы ее с удовольствием слушала. Мне кажется, ей нужно заниматься вот модой, индустрией какой-то, и найти себе человека поспокойнее, может быть, ну в общем это не для Прохора, и я думаю, что... Что вы скажете? Ну вы знаете, наверное, очень важно, что я человек-то православный и верующий, я хожу в храм, и все-таки хотелось бы с женой ходить туда. Я как бы с большим уважением отношусь ко всем религиям и понимаю, что нам всем надо сосуществовать вместе, но все-таки, конечно, хотелось бы мне... Что можно сказать? Не летать ему на личном самолете. Правда, Аделина? А мы его готовы купить. Мне Аделина очень понравилась. Она красивая девушка, интересная. Она очень умная. И вы знаете, вы в паре не только внешне смотритесь, а еще я как-то вас вижу вот в перспективе. Вы будете друг другу интересны в жизни. Она не будет такой стяжательницей в семье, она не трутень. Если вдруг какие-то у вас будут паузы, допустим, в карьере вы не сможете зарабатывать деньги, Аделина не умрет с голоду. А Мария в этом смысле, она кошечка, ноготочки. Я не знаю, как она сможет ли одна существовать без мужчины. Мне кажется, в сложной ситуации Маша тоже сможет взять на себя удар, и она тебя прокормит и выйдет на работу. Навряд ли. Не для этого цветет. Я прокормлю. Вы тот человек, который способен в хорошем смысле слова осветить ее жизнь. То есть буквально так устроены ваши гороскопы, так они цепляются, что через вас она может дополнительно ярче проявиться. Но она не меркантильно сюда за этим пришла, скажем так. Просто это может выйти само собой, естественно. А вот вам через нее будет сложнее реализовываться. И не то, что вы ничего не сможете от этого получить. Но я боюсь, что этот союз будет все-таки помощью ей. А вы бы хотели себе супругу, которая была бы помощью и опорой вам. Союз сложный в пользу Аделины, скорее. Агния и Диля, сегодня вашему другу повезло посмотреть на трех восхитительных девушек. А кто вот из них, вам кажется, ближе всего подходит? Я, конечно, все-таки к третьему варианту придерживаюсь. Девушка очень умная, грамотная. Мне кажется, вот Прохор это самая лучшая пара. Спасибо. Ну что, Дима, девушка, тебе понравился парень? Хорошая, позитивная, поющая. Диля. Не хочется обидеть кого-то из претенденток. Мне кажется, каждая по-своему красивая и умная и целеустремленная. Но я считаю, что все-таки Маша, она была сегодня звездой. Она сегодня всех согрела своей грудью, я не знаю, или своей аурой. И я покорена ей. Правда, я советую Маше. Слушай, смотри, ты понравилась. Прохор. Хочу сказать, что на этот раз я выбираю не вас, Роза. А зря. Но я свой выбор сделал. Давай, Ксюш, убери. Я рядом с вами вижу Аделину. Если надолго. Если в долгую. Я не знаю, как вы сможете с Марией, как долго существовать. Хотя она меня поразила. А как ты оцениваешь свои шансы? Подруга, как я могу оценивать свои шансы? Конечно, я уверена, что зайдет именно в мою комнату. Любить, беречь и уважать жену. Не случайно эти слова входят в свадебную клятву. И вот я просто как тест решила примерить на наших невестах, вот кого бы вы смогли бы любить, беречь и уважать. Каждая из них не дотягивает по какому-то определенному критерию. Последнее уважать, вот хотя бы в приближенном варианте, конечно, Аделину. Ну, если только пиарный брак сделать, в общем-то, ты ж, в принципе, не против, раз уж не она не нужна. Для пиарного брака Аделина вполне подходит. Зайдет сюда, выйдешь? Думаю, попробовать стоит. Астрологически вам чуть-чуть больше, чем остальные девушки, подошла бы именно Аделина. Но мы уже говорили, есть разногласия, которые вы не хотите преодолевать, то, что касается мировоззрения и веры. И, в общем, имеете на это полное право. Имейте полное право, потому что здесь нет девушки, которая попала бы стопроцентно в ваш типаж, которая была бы и простой, и сложной одновременно. Они все выпали из этого поля. И я предполагаю, что Мария будет, наверное, адекватной заменой Аделине только по некоторым пунктам. Да, она самая приятная, наверное, она произвела больше впечатлений из всех. У вас именно глаза и душа потянулись к ней, это было очевидно. Поэтому сегодня имеет смысл выбрать ее. Слушайте свое сердце, оно вам точно подскажет, в какую из комнат идти. Пожалуйста, проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4-4. Екатерина, 31 год, номер 1640. Начальник юридического отдела в госучреждении. Ищет настоящего гурмана, для которого будет готовить изысканные блюда. Константин, 40 лет, номер 1641. Внештатный сотрудник департамента связи. Ищет творческую интеллектуалку, которая иногда заходит в спортзал. Мы не знаем, выйдет Прохор один или с кем-то из девушек. Я приглашаю всех выходить и давайте мы поддержим. Я вас жду, проходите ко мне. Здравствуйте, Прохор. Привет. У тебя очень хороший вкус. Ты красиво, наповал. Все, ты именно то, что мне нужно. У нас есть пара, Прохор и Мария. Если ваше сердце свободно и вы ищете свою судьбу, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давайте пожелимся. Чего мне не хватает в жизни? Ну вот как раз чего-то такого. Достала один из моих лучших костюмов, начертила губной помадой мишени, металла в него нож. Это все ВДВ. Братишки, а вы чем занимаетесь? По летам. Поэтому с вами не страшно поссориться один раз. О, мне как повезло, да? Да, малыш, смотри. Ну, клевый. И так хочется, люби. Моя эротическая фантазия. Альпунтик я знаю теперь, да. А чего вам в жизни не хватает? Наверное, побыть царем. И все оглядываются и говорят, «Эх, Серега, повезло тебе». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!